Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3178. Вы распространяли всюду брошюру Виктора Потапова про таерея из Вашингтона, где он показывает предательство московской патриархии. «Неужели и он ныне за соединение?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Более других». Вопрос. «Отец Виктор, как Вы считаете, достиг ли Всезарубежный Собор своей цели?» – отвечает Виктор Потапов. Да, он безусловно достиг своей цели. Многие ожидали, что Собор назначит какие-то сроки для полного восстановления евхаристического общения между двумя разделенными церквами – Московским Патриархатом и Зарубежной Церковью. 4. Всезарубежный Собор носил консультативный характер и не был в праве что-либо решать. Его делегаты высказывали свои взгляды, мнения, сформулировали резолюции, в которых недвусмысленно заявлено, что мы чаем евхаристическое общение с церковью на родине. Люди откровенно высказывались за и против. И, честно говоря, я начал думать, что, быть может, оппоненты возьмут верх. Но тут на наших глазах совершилось Божие чудо. Целый ряд моментов повернули вспять, и оппозиция буквально испарилась. 4. Нас было четверо священников. Отец Александр ознакомил нас с текстом. Мы его обсудили, сделали некоторые предложения и внесли какие-то поправки. Но после двух часов дискуссии мы решили пойти в Собор, положить резолюцию на гробницу с мощами владыки Иоанна Шанхайского и отслужить молебен с поминовением имен всех участников Собора. Мы так и сделали. После горячей молитвы мы молча разошлись по домам. На следующее утро отец Александр принес эту резолюцию в напечатанном виде. И после двухдневной дискуссии все, в том числе и противники воссоединения, отступили и начали обсуждать конкретно резолюцию. Она была принята подавляющим большинством голосов, можно сказать, единодушно. Так как меньше 5% участников проголосовало против резолюции. Вспоминаю, как еще до принятия резолюции оппозиционеры вновь и вновь выступали с одними и теми же аргументами. Владыка Амвросии швейцарский, который тяжело болен и прилетел на Собор в очень плохом состоянии, просто не выдержал эти реплики и сделал присутствующим выговор. Он строго сказал, «Дорогие делегаты, не забудьте, что мы с вами не на политическом митинге, а на церковном Соборе. А церковный Собор, как своего рода священное действие, которое не терпит ничего лишнего, прекратите демагогию». Эти слова, я думаю, послужили поворотным моментом в работе Собора. Многие делегаты, с которыми я общался, а я старался каждый день общаться с людьми из разных стран и епархий, особенно с теми, кто был настроен против объединения, говорили мне, что они решили выступить за восстановление евхаристического общения с Московской Патриархией, потому что на Соборе получили полноту информации, узнали гораздо больше, чем раньше, о процессе объединения, о переменах в церковной жизни России и поняли, что воссоединение – это Божие дело. Архиереи твердо намерены довести это важное дело до конца. Другого толкования деяниям Соборов просто быть не может. Епископ Агафангел, который представляет зарубежную церковь на Украине, к сожалению, тоже повинен в том, что распространяется такая дезинформация. Его позиция в отношении воссоединения очень жесткая. Хотя он подписал послание Архиерейского Собора, он также составил свое особое мнение. Наша церковь не намерена отступать от избранного курса. Кстати, советую прочесть очень интересные размышления епископа Евтихия Ишимского и Сибирского. «Мои переживания на Четвертом Всесорубежном Соборе, приведшие меня к покорности воле Божией». Владыке были смешанные чувства по поводу восстановления церковного единства. И в этой своей статье трогательно и откровенно рассказывается, как целый ряд чудесных явлений на Соборе убедили этого человека. 16 лет назад из принципиальных соображений, порвавшего с патриархии, пойти на объединение. Мы просто констатируем факт того, что многих наших прихожан смущает участие Московского Патриархата во Всемирном Совете Церквей. Мы не ставим условием воссоединения немедленный выход из Всемирного Совета Церквей, но хотели бы, чтобы со временем он состоялся. Что касается Поместного Собора, мы, конечно, хотели бы когда-то дожить до дня созыва столь представительного собора. Но лично я считаю, что Поместный Собор в скором времени созван не будет. К нему нужно долго и тщательно готовиться, отыскать трудоспособных, знающих церковно-грамотных делегатов, представителей всех течений Российской Церкви. Для этого потребуется много времени и немалых средств. В резолюции Всезарубежного Собора высказано лишь пожелание о будущем созыве Всероссийского Собора, который займется проблемами современной церковной жизни и вынесет авторитетное суждение о деяниях Московской Патриархии и Русской Православной Церкви за границей в XX веке. Вопрос вспоминания Патриарха Алексия II в наших храмах. Будет ли его имя возноситься во всех церквах или только в кафедральных соборах? Дело в том, что многим нашим старожилам нужно преодолеть воздвигнутый десятилетиями жизни на чужбине психологический барьер. Трудно им свыкнуться с мыслью, что церковь воссоединяется и что на их тенях будет поминаться Патриарх. Они воспитывались в особых условиях в духе антикоммунизма и за эти годы привыкли к тому, что церковь России находится в состоянии полного подчинения правительству. К вопросу поминовения в РПЦЗ святейшего патриарха нужно применить пастырский подход и, насколько я знаю, в священном начале московского патриархата это понимает. Другой вопрос, требующий четкого определения, касается имущества нашей церкви за рубежом. Многих беспокоит, как бы Москва не захватила наше имущество. Этот вопрос озвучен в каноническом акте, но, очевидно, его следует доработать на следующей встрече или встречах двух согласительных комиссий. По количеству приходов наша зарубежная церковь мала, особенно по сравнению с русской православной церковью. Но, тем не менее, все эти годы она совершала действия, которые принесли зримые плоды для всего русского народа. Например, причисление к лику святых новомучеников и исповедников российских в 1981 году. Спустя несколько лет после этого праздновалось тысячелетие крещения Руси. Затем наступило долгожданное крушение коммунизма, о котором мы молились ежедневно. Эти события находятся в неразрывной связи друг с другом. Мы причислили к лику святых Иоанна Кронштадтского, блаженную Ксению задолго до того, как это стало возможным в московской патриархии. Это тоже повлияло на развитие духовной жизни в России. Мы всегда и при каждом удобном случае выступали в защиту гонимых верующих. Я лично в течение многих лет возглавлял межюрисдикционную церковную организацию Комитет защиты гонимых православных христиан в России. Мы говорили правду о церковной жизни в России. Так что, хотя РПЦЗ маленькая величина, она принесла Родине много пользы. Я вовсе не утверждаю, что зарубежная церковь без ошибок. Их было немало. Владыка Марк об этом откровенно говорил в своем докладе на соборе в Сан-Франциско. Другие выступающие на соборе тоже много внимания уделили нашим промахам. В частности, создание параллельной иерархии на канонической территории Русской Церкви. Допускали мы и горделивые высказывания. Некоторые архиереи осмеливались утверждать, что московская патриархия безблагодатна. Слава Богу, что на соборном уровне этого никогда не было заявлено. Слава Богу, что все позади. Кавычки закрыты. Далее Игнатий Тихонович комментирует. Мне не хочется даже комментировать подобные странички. Настолько плотски и слепо рассуждают. Какую-то роль якобы сыграла канонизация Ксении в России. Это же бред сивой кобылы. Россия как государство и советское православие исчезнут навсегда. И верить большевикам никак нельзя было. А это делал митрополит Сергий Строгородский. Но постепенно, через десяток поколений ирачекистов, выпистыванных в прайбирках КГБ, появились такие дельцы, которых не нужно направлять. Но они еще и сами подскажут своим хозяевам, как лучше удушить небесное. Эти повитухи слушают фараона, исправны и получают доходные места. Дух лжи обуял сергианцев и мгновенно перешел в уста тех, кто пошел не на конкордат, только и не под дулом револьеров, а добровольно и в полное подчинение сужимками и экивоками в объятиях патриархийных архиереев. Мертвые прильнули к мертвым идолам из Кремля и из патриархии. Псалом 113, 16 стих. Подобны им, да будут делающие их все, надеющиеся на них. Псалом 134, 18 стих. Подобны им будут делающие их и всякие, кто надеется на них. Ни по одному пункту московская патриархия не уступила, не раскаялась, а значит, гнить им вместе и пожинать проклятие вкупе. Прок Иезекииль 2, 3. И он сказал мне, Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. Пространство требуют и души, и тела, духовные и в пользу государства. Стесненью и тюрьме в наручниках да плах, амнистия, свобода, лучшие лекарства. Младенец ползает и познает окрест опасности беззубым ртом на вкус, как образец стесненности есть крест. И одиночество – пример на нем Иисус. А как же в вечности без времени секунд пространство там имеет ли пределы? Нас не пошлют ни к звездам, ни к песку, которые в подсчетах проглядели. Вот только прозвернутся Чингисханам, их косоглазие по всем Европам рыщет, Наполеоны, Гитлеры с ним канут и станут червякам обычной пищей. Им сузилось пространство до Аршина, геройство до истории в страницу. Так для чего ж хватали и грешили, чтобы в узкий схлеб под холмик схорониться? Пространство широту и долготу, и глубину, и высоту мышления в любви Христа тот час приобрету, едва унизясь, вставши на колени. Мой стол вмещает Библию, дневник, бумаги, пачку, карандаш и ручку. Я с ними мысленно к Адаму в рай проник, звездою утренней утешился за тучей. Пространство запредельное вошло под скудный кровь для лицезрения неба. Без веры в Бога человек лишь клоп и таракашка с малой крошкой хлеба. В день нынешний вмещаются эпохи, мысль переносится в такую запредельность, в душе покой, хотя вокруг так плохо. В дне воскресенья исчезнет понедельник. 20 июля 2006 год Игнатий Лапкин